Я надеюсь, скоро мы с вами наконец-таки туда доберемся Сначала подумал было, что тролли достаточно опасные, но ничего подобного Итак, обнаружена новая территория, это хижина Ардена Заходим, друзья Так, это что за девчонка у нас? Неужели ткача судьбы убили? Да вы что, смеете, что ли? Эллен Шир Вы убили Ардена? Вы убили Ардена? О, это имя этого древнего губа? Нет, два артера, которые я ищусь, убили его Я надеялся, что его тело дадут мне идею, почему они были здесь Теперь я знаю, что они хотели найти тебя Хм 83% на убеждение Почему вы думаете, что это дело касается меня, мадемуазель? Откуда ты меня знаешь? Ты не помнишь меня? Я умерла Нет времени для интервью Туатты все еще на движении Я уверен, что мы увидим друг друга снова Вперед Будь на дороге Обидно, конечно Так, ну а че с этим делать? Что случилось здесь? Черт подери Орензь мертвый Как это произошло? Если так, то я точно не видела ее Я надеялся, чтобы избежать этого Но я думаю, что я должен принять тебя к Делла Что за Делла Это святое место, чтобы убежать мертвых Где-то, где я надеялся, чтобы избежать Я надеялся, что Арден мог тебя взять Но я думаю, что это за меня Нет причин, чтобы убить кого-то другого Овери Пойдем, я тебя там Когда я даю Ардену правильный фунераль Это дважды, что я убежал тела, который остался в твоем дне Пойдем покупки рюкзаков у некоторых торговцев Ну ладно, придется пока, друзья, честно говоря, обломаться Никаких подвалов здесь, как я вижу, нет Ну, просто обычная действительно хижина Мы выходим И сейчас мы отправимся с вами в магазин Куда нам нужно будет с вами... Ух ты! Земля Эттинмер В ту сторону Здесь мы пройти с вами не сможем Поэтому нам придется через Паучий лес Двигаться Но мы снова сейчас к этой хижине с вами обязательно вернемся Давайте отправимся в Горхард Исцеляться Да нет, исцеляться нам не обязательно Сейчас найдем с вами какую-нибудь торговку Давайте-ка глянем Только у нас там опыт еще 600 опыта Нужно собирать до следующего уровня, чтобы там дальше прокачаться Снова здесь все продолжают пить! О, можно взять у этого, кстати говоря, задание Так, девочка Интересно, да? Да, фея живет в городе, как обычная человек Какая-то эксцентрация для изменения Да, жизнь вообще Так, с... Гостиница Горхарта Что, мне, что ли, могут номер предоставить? Я работала здесь, когда я была девушкой Арник ведет честное бизнес И Агнар меня воспринимает, как девушка Но он не говорит много Если ты нуждаешься в тачке, Катерина работает из комнатной комнаты Она альфа, но я не держу это против нее Окей Так, магазин Продать Продать весь мусор на 531 доллар 531 монета А что можно купить? Вот это, пожалуй, более интересно Кинжалы мастерства Они хуже, чем То, что есть у меня на данный момент Странно, что они такие вещи А, вот, смотрите Кинжалы треска и кровотечение Вот это вот уже другое дело Но здесь Видимо, просто Оружие Ну, я не знаю, качественное То есть, смотрите Синее оружие, это зеленое Ну, мне-то без разницы Какой абсолютно здесь Цвет у оружия Но вот Вот эти кинжалы треска и кровотечение Конечно, наверное, стоило бы взять Но где-то нужно собирать Соответствующее количество денег Итак, мы с вами Что можем еще продать? Молоты Ну, конечно Конечно, как видите У нас просто не хватит Просто не хватит у нас денег Даже если сейчас все это продадим Ну, давайте начнем, пожалуй Продавать Эти молоты Длинный меч разведчика Так Вот так вот, наверное Скипетр матовости Кинжалы неподвижности 14, 13 Так, кинжалы из железа Продаем Длинный лук оставляем Молот из железа Низкого качества Продаем Кинжалы из железа Тоже это все сливаем Длинный меч Они менее 49 стоит Длинный меч из железа Низкого качества Так, лук из березы Продаем Посох из березы Низкого качества Оставляем пока что Так Кулачный щит Продаем Капюшон Отличного качества Фиг его знает Эссенция судьбы Превосходное Зелье Слабое зелье Стального покрова Скидываем Так Слабое зелье Молнии Тоже Я думаю Нам это вообще не требуется А вот слабое зелье Регенерации Здоровье нужно оставить Так Защита от яда Змеиного яда Все это не требуется Вас уверяю Коры Дальше Какая-то ерунда У нас Дыхание Исы Белая чешуйка Может быть Как-то и можно будет применить Когда мы сможем с вами Алхимичить Так сказать Так и разное Кристалл Осколки Может быть Кристалл продать Давайте осмотрим Что он дает Плюс 5% Сопротивления Огню Да продадим Нафиг он нужен Если мы сможем С вами создавать Эти кристаллы То Вполне Это очень даже Круто Так Может быть Осколки эти Скинуть Нормально Денег выручим Давайте Почему нет Я знаю Что они В дальнейшем Могут Пригодиться Конечно Да Но Сейчас-то Они нам Точно не требуются Так Наборы для ремонта Остатки хлопка Пожалуй Тоже Сейчас кинем Все Дневник Сигверда Счет фактура Ой Ёшкин кот Разодраны документы Кости Вот зачем кости здесь Череп Точно не нужен Щетки какие-то Господи Заметка о пауке Записка об устранении Отходов Это все тоже можно Продавать С этим мы с вами Ознакомились Ну вот смотрите Уже как бы лучше 4061 Сейчас нужно Еще разочек Посмотреть Эссенция судьбы Ух ты То есть мы с вами Можем по идее Восполнить полностью Я так понимаю Когда потребуется А сколько у нас там стоят Вот эти вот кинжалы Треск кровотечения 4000 Ух ты 4051 Мы уже можем Купить с вами Замечательно Покупаем А если здесь У них В продаже Эта эссенция Ключ Ключ Амана Эшара Разная 625 Кристалл Ну вот смотрите Тут даже можно Эти кристаллы Купить Осколки Полно вообще всего Так Чем они еще Тут приторговывают Где-то как раз Вот эта эссенция Нужна Офигеть Это они Меня тоже самое Пытаются сейчас Продать То что я им Продал Видите Проданные предметы Да Больше вроде бы У них Ничего интересного Нет Ладно Спасибо тебе золотая Да да Йоу Фред Сейчас сразу мы Обращаемся к снаряжению Оружие дополнительное Кинжалы Треск Кровотечения Оуе Сравнить Вот пожалуйста Сравнение Прямое Но это уже Оружие Третьего уровня Ну конечно Больше чем в два раза По урону Ух Сейчас позабавимся С вами нормально Итак Здесь вроде бы Нам ловить Больше нечего Да то есть Все что нужно Мы с вами продали Заполнение Заполнено Снаряжением 29 Слотов Ну что ж Давайте отправляемся Тогда С вами А хотя подождите Куда Куда отправляемся Там уже Уже забыл Все От радости Связанной с тем Что приобрели Вот эти кинжальчики Давайте возьмем Какое-нибудь Побочное Задание Это Ост Ордур Расскажи мне О Псах войны Золотой Alguns may try to cover it with fancy words, but we are warriors for higher, the best in these lands. You'll find those who have taken the oath and held in the highest respect all over Amalur. Кто-то мог бы уничтожить и подчеркнуть твою мечу. Может быть, но коммендация для меня будет много веса. Чтобы получить это, ты должен сделать что-то коммендабельное. Есть два братья, скандалов Редной Легионы, называемые Озгар и Медгар Краст. Добавь мне доказательства, что ты делал с ними. Я платил им коин и мои хорошие слова. Озгар хранит где-то в лесу, в длине здесь. Медгар был последний в длине своего брата. Добавь мне их Легионы, и я платил коин и коммендация, чтобы попасть в Ордер. Персонажа, давайте его расспросим, кто он такой вообще. Ничего себе, дерзкий какой парень. Присягнувший клинку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Добавь свой дорог на Блэдсхилд. А затем, в 5-10 лет хорошего службы, сделаешь Озблейд. Ну ладно, все ясно. Двух чуваков нужно будет замочить. Новое задание – Благодарность. Отметим сразу. Давайте на карте. Более детально. Сейчас посмотрим. Кинжал Озгары и кинжал Медгара. Братья Краст. Их нужно будет победить. То есть так просто они добровольно нам эти кинжалы, дорогие друзья, не отдадут. И сразу сейчас посмотрим на карте, куда мы сможем с вами переместиться. Ну вот, Гаргуат. Можем сделать, да, быстрое перемещение. Оттуда уже будет совсем недалеко. Ё-моё. А что ж это такое-то получается? Так. Нет, нам, по-моему, с вами в обратную какую-то сторону нужно. Вот это дело все потребуется отбежать. Ну че, сейчас посмотрим, как клинки работают. Бам-бам-бам! Ещё один камушек! Оу-е! Давайте, хватаем его. Сейчас нам споют песню «Камень весны». Я рассказывала о старых дней, когда умная прясть Беала Тириан к богу Лилия спрашивала. Люди, вспомнивая все после войны, называли Дуреку. «Слай их, тихо и злоба Тириан», сказал Дохолфар. Продолжение следует... 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 Вот это можно, кстати. Возвращение на родину. Называется это задание. И смотрите, это в провинции Глендера. Из крепости Шилдринг нам придется с вами рвануть. Ну, наверное, туда мы сейчас с вами и отправимся. Ну, пока, наверное, вступать, может быть, и не стоит. Да, сюда еще успеется. Может быть, мы какие-то другие гильдии с вами обнаружим. Поэтому торопиться, в любом случае, думаю, рановато. Правильно бежим? Ну, да, сейчас еще какую-нибудь локацию, конечно же, походу найдем. Было бы интересно куда-нибудь снова забежать. Обыскать что-нибудь. Эй! Эй-эй-эй! Что такие резкие? Откуда они вообще появились? Не, ну, это постоянно пугают. Так, ну-ка, кинжальчиками. Ну-ка, посильнее ударчик. Нет, не получилось. Ну, не успел, просто она очень быстро рассыпалась. В этой куче... Вот видите, сколько этих гребанных осколков, как бы, слабо взялись защиты от кровотечения. Нафига нам кровотечение останавливать? Ну, хотя есть враги, которые наносят как раз урон кровотечению. Светилища и финны. Мудрости финны. Может быть, какой-то дополнительный опыт. Мы с вами получаем статус эффекты. Так, плюс 15% к длительности эффекта. И, да, видите, плюс 20% бонус опыта. Все, побежали. Так, что-то вот здесь какая-то пещерка у нас есть. Интересненькая. Блин, эти сверчки, они меня, честно говоря, напрягают. Тут у нас кто-то нет. Это просто обычная, приобычная антилопа. Так, вот городишко какой-то очередной. Это очень заманчиво. Ну, побежали. Тихо, тихо, тихо. Там кто-то кого-то месят. Помочь можно? Давайте, помогу этому чуваку. Все. Рассыпался, блин. Дай мне один момент. Чего проблема, золотой? Чего проблема, золотой? Чем могу помочь? Кестер Барклэй будет очень лучше, чем я. Он в городе. Пойдем и спросите себя. Что я могу сделать, чтобы помочь? Кестер Барклэй будет очень лучше, чем я. Держится. Слушайте, а что с заданиями? Почему они нам поменяли? А, вот. Возвращение на родину. Разознать о судьбе Камдена. Так. Ну, через город-то мы, конечно, с вами пробежимся. Да, сейчас. Вот там как раз по ходу у нас будет не другое задание. Так. Это Дайденхилл. Оу, yeah! И у нас повышен уровень. Это очень круто. Так. Может быть, убеждение качнуть? Увеличивает продолжительность времени, в течение которого вы остаётесь незаметным, пока вас не обнаружат. Давайте качаем и поехали дальше. Так, ловкость. Ловкость, ловкость, ловкость. Что у нас здесь? Доступно 3 очка. Сейчас на текущем уровне, значит, что мы имеем? 50% к физическому урону при атаке неподозревающих противников из режима скрытности. И 120% к урону от кинжалов и клинков эльфов при подлой атаке. А следующий уровень, соответственно, эти показатели существенно увеличивает. И, походу, да, это максимальный уровень. Ну, давайте дальше смотреть. Есть какая-то здесь морозная ловушка. Так, иные какие-то способности. Сейчас посмотрим. Старательная тренировка дарует вам совершенство владения клинками эльфов, главным оружием летнего двора. Слушай, значит, надо где-то клинки эльфов искать. Вот, смотрите. Атака оружием. Открывать специальные замедляющие атаки для кинжалов и клинков эльфов. Требуется точность 1. Что такое точность 1? Может, где-то здесь владение клинками, владение луком. А, вот, точность. Открывать специальные атаки для кинжалов и клинков эльфов. Ну, снизу, короче говоря, нам нужно прокачивать эту ветку. Удар тени. Вооружившись кинжалами, удерживайте и отпустите кнопку атаки, чтобы начать серию стремительных ударов, которая может быть связана в единую комбинацию из 5 серий. Витой коготь. Здесь тоже есть такой прием. Тоже нужно вооружиться клинками эльфов, удерживать и отпустить кнопку атаки, чтобы сразить своих противников скользящим ударом. Так, а здесь что надо еще сделать? Удерживайте и отпустите кнопку атаки, чтобы начать серию стремительных ударов. Так, витой коготь это или удар тени? Странно. Ну, ладно, в любом случае, давайте начнем прокачку. Здесь также есть замедляющие атаки, как я и прочитал ранее. Давайте качать. У нас последнее очко. Замечательно. Нужно будет тогда глянуть на приемы, которыми мы с вами овладели. Так, к стихийному урону, проникающему урону. Плюс 30% к урону и скрытности. Так, приемчики новые, да, должны были появиться. И сразу идем в раздел кинжалов. Вот теневой удар удерживать. Тут даже видео есть. А мне нужно как-то куда-то наводиться. Не совсем понимаю. Смотрите, круто достаточно. Да, вот 5 ударов он нанес. Перекрестный огонь. По-моему, такая способность у нас была. Клинки эльфов. Сверлящий коготь. Ну-ка. Ага. Как сверло, как бур даже. Удары когтем. Ну, это стандартные вроде. Бесшумная коса. А так клинками эльфов может быть проведена, когда вы находитесь в режиме скрытности, и враг не подозревает о вашем присутствии. Ох, скосил. Да, нормально. Ну, все понятно. Просто различие в том, что мы с вами можем владеть кинжалами. Это один прием. И клинками эльфов это уже другой прием. Все ясно. Так. Здесь мы все потратили. Ну, соответственно, больше нам вроде бы и ничего не требуется. Сейчас посмотрим, что мы тут получили. Перчатки отличного качества. Ну, не такие уж они и отличные. Это сразу мы с вами добавляем к мусору. Мантию. Слушайте, мантию я скину. Не буду я эту мантию таскать в любом случае. Ботинки из хлопка. Ёшкин кот. Броня там 4. Доспехи. У-у-у. Железная кераса, да? Броня 39. Это доспехи отличного качества. Плюс 10% эффективность ближней защиты. Ну, сложно сказать, буду я ее одевать или нет. Может быть, какие-то другие доспехи, где будет требоваться ловкость, мы с вами все-таки наденем. Но пока, на всякий случай, сохраним это все дело. А в любой момент, так или иначе, мы с вами можем все это продать. Достижения разблокированы. Немного этого, немного того. Так, к этому чуваку не подбегаем пока. А бежим дальше. Вот. Фриск. Ты или кто-то, пока я его не буду. Блокированный кровоплаг. А для чего нужен моровой щит? Который, который почти все Дайдон-Хиллы садили сейчас. Брее Фаллен должен был с ней больше. Не могу думать, где он находится. я поищу его еще раз не не надо еще раз я понял так новое задание мировой щит подожди а что с заданием возвращение на родину вот the fuck чё мы у кого-то не того что-то спросили так секунду а вот здесь нам нужно в 3 лампы да вот так вот это локация называется чё здесь так тихо прошу прощение а вот этот чувачок походу камден вульфлок жена твоя ждет тебя дома камден я записал на нюхер я забыл что я что-то как можно сказать что я убил что не могу понять что я застреливаю а мне на стоянку но сколько тебе больше я не хотел с той же мужчина ты рукой а я стрелял не могу тебя не связывать всё-таки-то жертву и грязь и смысл Но Силентный Вижел был, безусловно, как мой время на бассейнде, ты прав. Эта встреча, которую мы both deserve. Мы получили свою счастье. Как бы я никогда не считал что-то еще? Спасибо, действительно. Спасибо! Ты не хочешь знать о мне? Важно, этот имя не означает ничего для меня сейчас. Я вернулся в другую. Звучит звук из Горхарта. Это довольно ужасно. И я видел мою большую часть инфекционных и заболеваний. Мы имели много, в тренчах и на стенах Мелсеншир. Это был когда-то старый Альфар. Ничего экстраординарного. И это была последняя сторона защиты. Где мы вернули Тууафа через длинные ночи огня. Мелсеншир, где я потерял эту руку. Где я знал, что я никогда не вернул домой. И это же самый человек, который я оставил. Это три лампы. Плаги поставили мою собственную грею в хейлеров. Но мы все равно открыты. Комната? Нифига, тут комнату у них можно взять. А нам как раз и не требуется комнату снимать. Уверяю вас. У нас все в порядке. Отдыхать не нужно, зелий полно. Так, я думал, ты можешь нам даже что-то предложить. А оказывается, это не так вовсе. Увы. Так, селянин. Нет, не нужен нам селянин. Эх, блин. Запалят. И меня попытаются сразу рисовать. Как только я опять же в свою очередь попытаюсь что-нибудь у них стащить. Все, на балалайке заиграла от радости. Что первый клиент у них зашел в бар три лампы. Ну что, блин, где выход? Амулет. Вот он. Отмечен. Стоп. Тут что-то наверху еще есть, оказывается. Вот это я совсем упустил. Так, тут никого. Хотя, может быть, можно стырить. Слушайте, вы не должны заметить. Карманный амулет! Ух ты! Сейчас мы с вами посмотрим, что за характеристики у этого амулета. Так, очень просто. Надеюсь, с первого раза откроем. Аааа! Думал, все-таки удастся. Вы что, смеетесь? Фух. Так, обувь. Торговый манифест. Что-то такое. Не знаю. Но за монету золотую уйдет. Так, здесь опять, блин, все закрыто. Открывайся, открывайся! Блин. Ну-ка, вот так вот. Да чтоб тебя. В том же положении практически. На что и предыдущий сундук. Кинжалы проводимости. Слабое зелье увеличения опыта. Давайте и то, и то возьмем. А кинжалы, это всегда интересно. Так, украденные. Да нет, ни в какое сравнение вообще не идут с теми, которые я сейчас имею. Поэтому даже здесь и обсуждать нечего. Ну что ж, друзья. Так, книжечки тут не спереть никакие. Вот так мы с вами и превратились в вора. А как говорил господин Путин, вор должен сидеть в тюрьме. Так, ну ладно. Давайте выходим. К Гизеле нам нужно в Уфлак отправиться. Это нам снова нужно в Горхард драть когти. Потом мы снова сюда вернемся, потому что нам моровые щиты требуются где-то отыскать. Так, ну и где мы ее найдем? Сейчас эту Гизель. Так, убим все. Отличные клиночки. Сейчас увеличим. Так, я здесь. Ага, вот за этим домом наоборот. Так, просто немножко сложно сориентироваться. А, а вон она стоит. Ауя! Ну что же, хорошие вести у меня. Твой муженек-то уже скоро вернется к тебе. Рукавицы железные получили 156 золота. Маловато, конечно. Я никогда не надеялся, что этот день придет. Но когда ты начнешь верить в фантазию, реальность становится слишком невероятной, чтобы вернуться к тебе. Кэмден вернулся к мне, и ты сделал так. А он, оказывается, уже вернулся быстрее нас. Ну ладно, все, вроде бы. До свидания. До свидания. До свидания. past